Как пройтись по Будапешту за один день и увидеть все что важно? Держи маршрут, поехали! Начни свое утро на горе Гейлерт. Рассветы с нее просто шикарные, весь город как на ладони. Поднимайся по лестнице, по дороге ты увидишь памятник святому Гейлерту. Бронзовая статуя святого с распятием словно освещает город, производит сильное впечатление. Рядом с памятником можно найти отличные смотровые площадки, которые дадут возможность полюбоваться Будапештом еще до восхода солнца, когда город только-только просыпается. Далее отправляются с культуром принца Будды и принцессы Пешта и философскому саду. Эти места настоящие сокровища на вершине холма, их редко посещают туристы, а виды отсюда просто великолепны. Философский сад это место где собрались фигуры известных мыслителей, таких как Будда, Ганди. Это идеальное место чтобы немного замедлиться и погрузиться в мысли. Следующая остановка цитадель, построенная в 19 веке. Хотя сама крепость закрыта на реконструкции, ты все равно сможешь насладиться захватывающими видами с этой точки. На территории цитадели находится статуя свободы, символ независимости в Венгрии, который очень красиво смотрится на фоне Будапешта и Дуная. После этого начни спуск с горы, делая остановки на смотровые площадки по пути вниз. Каждый из них открывает уникальный вид на город, от Дуная до величественных мостов и исторических зданий. Здесь же по пути можно найти небольшую детскую площадку, где даже взрослые не могут удержаться от того, чтобы прокатиться с горки. Теперь пора перейти к следующей локации. Мост свободы. Это зеленый мост, один из символов Будапешта. Прогуляйся по нему и перейди на сторону Пешта. По пути тебе откроется величественное здание центрального рынка. Сам рынок это уникальное архитектурное произведение, где можно не только купить сувениры, но и попробовать традиционные виньерские блюда, такие как гуляш и лангош. После вкусного обеда направляйся вдоль Дуная к парламенту. Это здание просто поражает своей архитектурой. Его неоготический стиль завораживает. По пути можно увидеть туфли на набережной Дуная, мемориал жертвам Холокоста, который не оставит равнодушным никого. Эта часть прогулки вдоль Дуная подарит тебе как виды на величественные здания Пешта, так и на романтические пейзажи Будды. Следующий этап – переход через цепной мост Сечени. Самый знаменитый мост Будапешта, соединяющий Пешт и Будду. Этот мост имеет богатую историю. Особенно впечатляет вечером, когда его арки подсвечиваются, создавая сказочную атмосферу. Когда перейдешь на сторону Будды, направляйся к Королевскому дворцу. Это величественное здание не только историческая резиденция фингерских королей, но и настоящий культурный центр. Здесь находится национальная галерея. А также открываются отличные виды на Дунай и Пешт. И напоследок – рыбацкий бастион. Один из самых романтических мест в Будапеште. Его ажурные башни, каменные лестницы, потрясающие панорамные виды на город – просто созданы для идеального фото. Здесь ты ощутишь атмосферу старинного Будапешта и сможешь насладиться захватывающим дух видами на парламент и Дунай, особенно на закате. После всего этого, если останутся силы, обязательно посети купальни, такие как Сечени. Это лучший способ завершить день в Будапеште. Расслабиться в горячих бассейнах и насладиться атмосферой. Вот такой маршрут на один день, чтобы увидеть все самое главное и прочувствовать атмосферу Будапешта.